Привет, друзья! Сегодня у нас предновогодний Минвин, и вы уже, скорее всего, вот-вот начнете резать оливье, селедку под шубу и холодец. А какое же вино можно подобрать под все эти прекрасные блюда? Сейчас мы вам расскажем и покажем, какие вина предпочитают сами виноделы. Розе де Пино – это наше игристое Кюви Александр 2020 года. Из белого вина это будет Грюнер Витлинер 2021 года. Мне он очень нравится. Прошлый год прекрасно удался. А из красного – это Красностоп Супер Ави, наша терруарная линейка 2019 года. Розовое, розовое, да, забыла, розовое – это будет Цвайгель 2021 года, который в рейтинге, кстати говоря, мы сошлись с рейтингом 100 лучших вин, да, по версии Forbes, да, в России. Ну, если брать прямо такой вот русский стол, да, с салатом оливье, с селедкой под шубой, то, наверное, я бы посоветовала белые вина, да, например, Люблю. Да, это Шардоне. Вот я бы посоветовала Шардоне или Люблю. У нас есть вино, которое называется Люблю. И это вино, которое предназначено, это ассамбляж из разных сортов, из четырех сортов. В Шардоне, Пино Блан, Пино Гри и немного муската. И это вино, которое предназначено для того, чтобы сделать такой посыл в мир, да, чтобы через вино прошли наши пожелания людям всего хорошего и, самое главное, любви. Оливье я предложила бы на аперитив, да. Это наша новиночка, которая еще не в продаже. К Новому году вы уже можете его приобрести, оно выйдет в продажу прямо в 20-х числах, уже на полку. Это натуральные игристые вины 15 категории. Легкие, ароматические, свежие, тонкие, которые, в принципе, будут сочетаться с элементами салата оливье. Селедка под шубой очень многослойная. Очень многослойное блюдо и очень сложно к нему подобрать. Селедкой вообще очень сложно сочетаются блюда, поэтому тут, наверное, нужно опираться на то, что вы предпочитаете вином. Селедка, конечно, будет красиво играть с игристым вином по методу шармана. Планты, планты, селедка. Следующие ингредиенты, как, например, овощи, да, с майонезным соусом. Там уже можно поиграть с более ароматичными сортами винограда. Под холодец, ну, наверное, порекомендовала бы вина нуар. К селедке под шубой я все же считаю лучше что-то крепкое, наверное. А к вину или к игристому, наверное, лучше все же сыры и фрукты. Наши вина, конечно, с большей гастрономией, да, но я бы сказала, что вот это вино будет совершенно прекрасное на новогоднюю ночь, но под белую рыбу. Не совсем под оливье, не совсем под селедку под шубой, но под белую рыбу, да. Конечно же, наверное, самый универсальный стиль из игристых вин – это розе, который может подойти, ну, к наибольшему количеству блюд, да, и к горячим, и к закускам. Это вино, которое называется «Гладь», просто приближается Новый год, и мне кажется, игристое подойдет лучше всего. Это «Шардоне» плюс «Алиготен», и мы шутим, что это первая этикетка, где изображена я. На самом деле нет, но мы решили, что да. Безусловно, это «Тимиллион», который делает «Левкадия», это «Эссе», который делает потрясающие игристые вины разной степени выдержки разного месяца. Это «Золотая балка», безусловно, которая делает потрясающие игристые вины в разных ценовых категориях. И вообще в России игристые вины стали получаться гораздо интереснее, чем где бы то ни было. Дагестанский производитель, Дербенская винодельческая компания, они делают потрясающие игристые вины, которые и по цене могут конкурировать с иностранными образцами. И вообще, как продукт, вы можете получать от него эстетическое удовольствие, получая вот всю прелесть дегустационного опыта. А теперь напишите, пожалуйста, в комментариях, какое вино будет на вашем новогоднем столе, и поделитесь каким-нибудь очень интересным и вкусным рецептом новогоднего блюда. А также не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик и лайк этому видео. И каждого подписчика Министерства вина я хочу лично поздравить с Новым годом и пожелать исполнения желаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!